Герои среди нас. И теперь, благодаря личной инициативе и старанию небезызвестного клинского художника, мы будем знать их в лицо. К юбилею Победы Арсен Ягаян презентовал пять портретов милиционеров, на которых и герои былых времен смотрят с уважением. Оркестр встречает маршем ветеранов милиции Великой Отечественной, участников локальных войн и молодых ОМОНовцев. Официальная встреча поколений по случаю 70-летия Победы завершается под окнами учебного центра ГУВД. Их пятеро на холсте, но трое уже шагнули в бессмертие. Валерий Тиньков, человек, под чьим руководством в Подмосковье создавался ОМОН, погиб 1 мая 1995-го в Чечне. Теперь имя Тинькова носит улицы города Видное и центр, где сегодня преподает сын, герой России. Любое напоминание о моем отце, любое слово, а тем более вот эти вот картины, вот, и это написано, это не фотография, это живые краски. Очень приятно, очень приятно, очень трогательно. Увековечить в красках тех, кто свой подвиг совершил в наши, казалось бы, мирные дни, решили в Москве. Художника нашли в клину. Мы увидели несколько работ молодого художника, нашего подмосковного из клина Арсена Егаяна. Портрет Харламова, портрет Чайковского. И он инициативно вышел с нами на связь и предложил создать вот именно такую галерею. Задача была именно передать не только сходство, но и характер, душу. Именно, что в глазах читалось, что они прошли. Это профессия для сильных людей, которые могут себя выставить в любой момент, не сломаться. И когда ты пишешь таких людей, испытываешь гордость, во-первых, что ты приступил к этому. И к этому относишься как к святому. Я считаю, что очень талантливый художник, который действительно в своих портретах он показал, выразил наших ребят, таких, как они были в жизни. Теньков, Матвеев, Якупов, Головашкин и Балясников. Наш, Клинчанин. Коллеги в погонах не скрывают эмоций. Герой Советского Союза, Александр Михайлович получил это звание после событий Венгрии, все еще в строю. А теперь будет и всегда на глазах. Портреты героев кисти Клинского художника займут свое место в музее, который совсем скоро откроется в здании Главного управления областного МВД. Рады, что у нас были и есть такие товарищи. Мы берем с них пример и всегда о них помним. Юлия Бабулева, Виталий Мельников. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин